А ну-ка-ся, поменяем ракурс съемки, чтобы мой живот не был вот здесь вот. То есть смотрите, то что находится ближе к камере, например, мой кулак, кажется огромным, потому что он вблизи. Точно так же и живот. Так это, к слову. А теперь перейдем к делу. Четвертый том целительных сил. Вообще книги целительные силы, аудиокниги уже практически готовы. Остается последняя глава или часть создания собственной системы оздоровления. Сейчас как раз закончена глава о том, как можно работать со своим собственным сознанием, что мы можем делать. И в частности я рассказываю о том, как я понимаю, как можно создавать образно-волевые настрои. И вот как раз из этой книги вы можете послушать. Кстати, отрубили лепезличество и вот все закончилось. Надо срочно все заканчивать. Вникайте, как это дело делается. Может у вас возникнут какие-то свои мысли. Прекрасного прослушивания. Образно-волевые настрои. Методика работы с сознанием органа. О том, как создавать чувственные мысли-образы, уже рассказывалось. Рассказывалось и о их механизме действия. Теперь нам остается привести несколько практических примеров и пролюстрировать их. Но прежде несколько слов о Григории Николаевича Сытине. Человеке, который заново открыл и доказал эффективность этого средства лечения, оздоровления и моложения, сам прожил 95 лет. В 1944 году, после полученных ранений, 21-летний Сытин был демобилизован из армии инвалидом. После контузии он страдал выпадением памяти, ограничением подвижности. В это же время он начал разрабатывать свои лечебные тексты с целенаправленным воздействием на восстановление памяти, работоспособности, функции мышц. Естественно, первые опыты Сытин проводил на себе. И первым подтверждением их эффективности стало то, что в 1957 году Сытин, пройдя медицинскую комиссию, был признан годным к строевой службе без ограничений. Свой метод доктор Сытин назвал словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием человека, сокращенно СОЭВУС. Из самого названия метода исходит расшифровка целительных механизмов. Первое. Воля. С ее помощью мы заставляем первичное сознание продуцировать повышенное количество психической энергии, усиленно раскручивать чакры. Второе. Эмоции. Положительные эстенические эмоции дают силу всему организму, запускают симпатический отдел вегетативной нервной системы, заставляют усиленно работать железы, внутренние секреции и так далее. Третье. Образы. Яркие образы способны восстанавливать размытую болезненную структуру полевой формы жизни, а следовательно восстанавливать и физическую ткань с ее функциями. Четвертое. Слово. Сам Сытин ссылается на учение Ивана Павлова о речи как второй сигнальной системе ее связи с подсознанием человека, по нашему первичным сознанием, управляющим физиологическими процессами в организме, по нашему полевой формой жизни. А раз такая связь есть, то с помощью слова можно оказывать целенаправленное воздействие на психику и при ее посредстве на эти процессы восстанавливать и усиливать функции внутренних органов, мобилизовать саморегуляцию. Давайте немного углубимся в целительный механизм слов, чтобы глубже исследовать этот вопрос. Что говорит сам Сытин по поводу целительного воздействия того или иного слова? Вот это старый заговор. Я записал его на Смоленщине. «Едет святой Георгий на коне. Конь у него карий, а ты кровь не кань». Что значит не кань? Не знаю точно. Возможно, есть общий корень со словом «конючить». Но замеры биопотенциалов показывают, что кровоостанавливающее действие оказывает именно оно. Из книги Георгия Сытина «Животворяющая сила» издательства «Энергоатомиздать» 1990 год. Ключевые слова до своих настроев Григорий Сытин стал подбирать с помощью приборов, которые показывали всплеском биопотенциала в реакцию организма на то или иное слово. А что, собственно, представляет собой слово? Во-первых, это определенные звуки, чередующиеся в определенные последовательности. А из чего состоит звук? Звук состоит из вибраций, которые состоят из энергии. Из предыдущего мы знаем, что слова – это оформленная вибрационную энергию и выведенная наружу из организма мысль. Таким образом, воздействие слова на организм человека начинается с мыслительного уровня, которое… Первое. Оказывает волевое воздействие. Ведь сначала надо подумать, что произнести и как произнести. Следовательно, происходит усиленная выработка психической энергии. Второе. Психическая энергия раскручивает соответствующие чакры, которые вырабатывают соответствующие энергии, образующие мысли. Третье. Эти энергии частично преобразуются нервной системой в электрические импульсы, то есть биопотенциалы, которые фиксируются приборами, а частично в виде оформленного сгустка энергии излучаются наружу. Четвертая. Часть энергии в виде электрических импульсов подается на голосовые связки, где она преобразуется в энергию звуковых вибраций. Пятое. Энергия звуковых вибраций проходит по клеткам организма, вызывает в них соответствующие изменения. Со смысловой частью ключевых слов все ясно, но как воздействуют такие слова, как, например, «кань». Ведь даже смысл его нам не ясен. В чем заключается механизм его действия на остановку крови? На этот вопрос дает ответ древнее учение, изложенное в Упанишанах, а подтверждает квантовая физика. Оказывается, в квантовой вселенной возникают первичные звуки. Вначале все это было лишь сознанием. Оно оглянулось вокруг себя и произнесло аум, я есен, которое выводит квантовое поле из равновесия. Первичные звуки, соединяясь между собой в различные комбинации, со временем образуют энергию, материю и бесконечное разнообразие вещей. Первичные звуки не случайны, из них состоит вся проявленная вселенная. Если с этих позиций рассматривать человеческое тело, то в его основе лежат первичные звуки, которые изначально соединяют его воедино. Если человек заболеет или поранится, то это означает, что какие-то звуки исказились или вообще пропали. Например, молекула ДНК, несущая наследственный код, представляет собой связанные воедино обычные атомы углерода, водорода и кислорода. Но связывают их воедино тончайшие и необычайно прочные вибрации, образованные первичными звуками. Когда возникает нарушение последовательности чередований указанных атомов в цепочке ДНК, нарушается правильное образование белков, извращается построение ткани и т.д. В этом случае специально подобранный первичный звук, произносимый человеком, распространяется по тканям, клеткам, внутриклеточным структурам, атомам и энергетическим связям между ними, восстанавливая искаженную, отсутствующую или разрушенную связь. В результате этого последовательность цепочки ДНК восстанавливается, восстанавливается правильное образование белков, нормализуется рост ткани и болезнь исчезает. Вот это другой механизм воздействия звуков, например, кань на остановку крови. Как видите, ни первый, ни второй механизмы не связаны со второй сигнальной системой, зато действуют безукоризненно. Произносить первичные звуки типа кань лучше всего внутренне, с особой интонацией, как голос разума. Только тогда они оказывают целительное воздействие в полной мере. Я надеюсь, вы поняли, что квантовый язык смысла не понимает. Он понимает точность первоначальных вибраций, которые возникают аж на мыслительном уровне. Вы его делаете сами. А теперь главное, что рекомендует Цитнин для успешного освоения настроек. Специфика структуры и смысловое содержание отдельных формул настроек обеспечивают их высокую эффективность, поэтому они не подлежат редактированию. Настрои метода СОЭВУС основаны на смысловых элементах, впервые созданных и поэтому до сих пор неизвестных. Так считает сам Цитнин. Но на самом деле Цитнин заново открыл древнейшую науку восстановления связи общего сознания организма, то есть первичного сознания, сознанием органа, ткани и тому подобного. Ведь что происходит на самом деле? Сознание того или иного органа, зашлаковавшись эмоциональными, мыслительными и клеточными шлаками, перестает нормально работать. А это означает, что и структура такого органа, его функция теперь совершенно иные, больные. И Цитнин своими настроями побуждает, заставляет, уговаривает и помогает тому или иному сознанию органа, а то и всего организма, улучшить свою работу, подчиниться первичному сознанию организма и работать с ним в гармонии. Вот так был возрожден древний раздел оккультной медицины, стимуляция сознания органа со стороны всего организма. Если у вас плохая наследственность, Цитнин рекомендует использовать следующий настрой. В меня вливается новая, вновь родившаяся жизнь. Новорожденная жизнь рождает во мне новую, здоровую, долголетнюю, долголетнюю наследственность. Новорожденная жизнь рождает во мне здоровую, молодую жизнь. И в 50, и в 100 лет мне по наследству передана здоровая, веселая, молодая жизнь. И сейчас, и через 30 лет, и через 50 лет, и через 30, и через 50 лет я буду молодой, веселый, несокрушимо здоровый. Как видите, этот настрой уговаривает первичное создание восстановиться до нормального и сверхнормального уровней. Представлением больного о разрушении какой-либо ткани, например, легочной, под влиянием болезненного процесса, В методе СОЭВУС противопоставляется настрой на развитие данной ткани. Бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в мои легкие. В каждую клеточку легочной ткани вливается бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь. Колоссальная энергия развития новорожденной жизни вливается в каждую клеточку легочной ткани. Бурное-бурное развитие новорожденной жизни вливается в каждую клеточку легочной ткани. Рождается легочная ткань, новорожденно-бурно развивающаяся, новорожденно-цельно-новорожденно-цельно-новорожденно-цельно-свежая. Рождается легочная ткань колоссальной жизненной энергии, колоссальной жизненной силы. Мои легкие весело, радостно оживают, здоровеют. А сердце стремительным потоком гонит кровь сквозь легочную ткань. Кровь стремительным потоком промывает, промывает легочную ткань. Вся легочная ткань рождается новорожденно чисто, новорожденно чисто, новорожденно здорово, первозданно здорово. В каждой клеточке легочной ткани кровь несет в избытке прекрасно полноценное питание. Вся легочная ткань живет полнокровной, радостной, здоровой жизнью. Новорожденная жизнь рождает легкие, энергично сильные, несокрушимо здоровые. Рождается несокрушимо сильно, несокрушимо сильно богатырская, здоровая молодая грудь. Дыхание легкое, свободное, беззвучное, неслышанное, свободное дыхание. А все внутренние органы, все системы организма работают с огромной, с колоссальной мощностью для полного оздоровления легких, для рождения новорожденной цельной легочной ткани. Головной и спинной мозг все более энергично, все более энергично активирует, активирует, рождает новорожденной цельной легочной ткани. Трохеи в бронхах здоровеют, крепнут нервы. Весь организм мобилизует все свои резервы для рождения новорожденных, здоровых, новорожденно здоровых, новорожденно цельных легких. Мои легкие рождают новорожденно цельные, новорожденно свежие, первозданно здоровые, новорожденно здоровые. Этот настрой устанавливает диалог первичного сознания с сознанием легких. Вы уговариваете сознание легких полноценно функционировать, восстанавливать свои функции, а следовательно и ткань легких. Вы помогаете ему, говоря, все внутренние органы, все системы организма работают с огромной, колоссальной мощностью для полного восстановления легких, для рождения новорожденной цельной легочной ткани и далее. Весь организм мобилизует все свои резервы для рождения здоровых новорожденных легких. Из этого и предыдущего настроя высвечивается еще одна важная деталь. Словесно-смысловая основа направлена на то, чтобы помочь человеку как можно ярче представить процесс исцеления, А для этого необходимо подбирать и соответствующие слова – новорожденная, юная, первозданно здоровая, бурная, энергичная, сильная, активная, мощная, огромная, веселая, радостная и т.д. Главное – каждому человеку подобрать для себя такие слова, которые бы задевали его за живое и помогали ярко представить оздоровительный процесс. Естественно, весь настрой должен действовать несколько минут, чтобы успел развернуться целительный процесс, желательно минут 10-30. Не стоит забывать и обеоритмологии, восстанавливая, к примеру, ту же легочную ткань во время ее максимальной активности. Вообще, вы можете, работая по сезонам года, укреплять весь организм. Весной – печень, летом – сердце и тонкий кишечник, осенью – легкий и толстый кишечник, зимой – почки, а в периоды межсезонья – желудок и поджелудочную железу. Что теперь я вам посоветую при составлении диалога с тем или иным видом сознания органов? Всегда необходимо начинать с обращения к космическому созданию, ибо его потенциал намного выше вашего. Вы ведь маленькая составная частица этого целая, и ваша просьба, искренняя, идущая от сердца, будет им услышана. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят». Говорят, Евангелие от Матфея, глава 7. «После обращения к космическому сознанию, Отцу Небесному, переходит на собственное первичное сознание, простимулируйте его волевым допингом, и уже после этого переходите к стимуляции сознания ослабленного органа. И теперь главное прочувствовать, пережить ярко и полно, как сила, энергия, жизнь переходят из полевого вида в физические. То есть вы ощущаете вливание нечто, поднимается настроение, чувствуете теплоту и кровоток в органе, к которому вы обращаетесь. Далее поддержите эти чувства, ощущения еще некоторое время с тем, чтобы был выраженный оздоровительный эффект. Ниже следующий настрой обращения, составленный мною, поможет вам при работе с сознанием того или иного органа с целью восстановления внутренней структуры органа и его функций. Либо вы можете воспользоваться настроями Георгия Сытина из его книги «Животворящая сила» на оздоровление и укрепление печени. Лучше всего применять весной, во вторую фазу лунного месяца с 23 до 3 часов ночи. Другими словами, наступает Новый год по восточному календарю. Он совпадает с началом лунного месяца. Проходят недели и вы всю вторую неделю читаете ниже следующий настрой 30-45 минут в указанное время. В остальные недели лунного месяца можно читать настрой 10-15 минут в любое удобное для вас время. В 1995 году наиболее благоприятная неделя для этого с 7 по 15 февраля. Первое. Великое и любящее. Начало всего доброго. Я обращаюсь к тебе. Дай мне силу, мощь, знание. Укрепить себя во славу тебе. Да будет так. Моя душа наполняется великой силой Матери Жизни. Животворящий поток Матери Жизни мощно раскручивает энергетические центры, которые, искрясь и приливаясь всеми цветами животворящего радужного сияния, заполняют мою ауру, моё тело, каждую клеточку организма, вечно торжествующей славой жизни. Моя полевая форма жизни, как пасхальное яичко чистейшего горного хрусталя, излучает лучи силы, молодости, новорожденности, радужное сияние животворящего света, пульсируя изнутри наружу, очищает меня, укрепляет меня, усиливает меня. Я здоров, я молод, я силен, я вечно юн и крепок. Моё тело, пронизанное лучами божественно-целительного радужного цвета, искрится от силы и алмазной крепости. Каждая клеточка тела поет гимн силы, счастья, красоты и новорожденного здоровья. Великолепие, восторг и божественная любовь переполняют моё тело. Вершится чудо жизни, мои клетки делятся, и я живу. Мир, счастье, любовь всем силам космического сознания, проявленных волей Верховного Владыки во мне. Второе. Сознание печени. Я обращаюсь к тебе своим помыслом, энергией и волей. Я раскручиваю твой энергетический центр в беспредельной силой любви и созиданиях. Океанические потоки, животворяющие силы тепла, целительного желтого цвета, вливаются в твою форму, форму капли. Животворяющий свет солнца целителя сжигает болезни и хвори. Печень. Твоя бархатистая ткань. Каждая твоя клеточка наливаются целительным светом. Печень. Ядрышки твоих клеток излучают свет жизни, силы радости и восторга. Они делятся, делятся, делятся. Твои клеточки постоянно обновляются. Они новорожденные, юные, сильные, свежие, красивые. Печень, пронизывающая тебя нервы, серебристые нити, несущие силу жизни. Сила юной жизни растекается по серебристым ниточкам нервам, сжигает все шлаки и отходы. Сила серебристо возрождающей энергии бодрит и веселит каждую твою клеточку. Печень. Ты дышишь и живешь. В тебе бьет ключ вечно юной, жизнесозидающей силы, прекрасного, серебристо-чистого света. Печень. Ты легка и радостна. Ты вечно юна и прекрасна. Клеточки печени. Вас омывает найчистейшая алая кровь. Алая кровь питает каждую клеточку печени божественной пищи. Вовремя удаляет ненужное. Клеточки печени. Мы любим вас. Мы даем вам все только лучшее, свежее, полезное. Клеточки печени. Вы прекрасны, работоспособны и вечно юны. Клеточки печени. Ваша работоспособность беспредельна. Ваше здоровье и сила огромны. Вы вечно юны. Печень. Ты легко и весело справляешься с жизнеобеспечением организма. Ты делаешь тело юным и здоровым. Печень. Ты очищаешь божественную жидкость нашего тела. Кровь. Делаешь ее новорожденной юной. Печень. Ты наша царица старшая. Мы любим тебя и благодарны за великолепный труд. Печень. Ты всегда остаешься сильным, выносливым, красивым, вечно юным органом. Печень. Твоя желчь. Янтарная живительная жидкость. Желчь легко и свободно струится по протокам, промывая и очищая тебя. Печень. Желчь собирается в прекрасном сосуде, в желчном пузыре. Желчь янтарная, текучая жидкость, теплая и ароматная, легко расщепляющая питательные вещества. Желчь. Ты даешь прекрасный золотистый цвет кожи. А глазам блеск и способность великолепно различать предметы. Солнечная, золотистая янтарная желчь. Ты даешь способность уму постигать тайны мира. Оттачиваешь ум, как лезвие бритвы. Желчь. Ты волшебная, животворяющая жидкость, дающая нам тепло, свет, астроту ума. Печень. Ты божественна. Мы любим тебя, вечно юную, новорожденно прекрасную, сильную. Истинно, печень ты наша, царица старшая. Третье. Великое и любящее, я благодарю тебя за вечную жизнь, дарованную мне тобой. Я благодарю тебя за возможность пожить в физическом теле. Я благодарю тебя за здоровье и саму жизнь, которым ты проявляешь себя во мне. Я благодарю тебя за любовь, счастье, знание, жизнь. При необходимости повторите текст столько раз, чтобы было 10-15, а то и 30-45 минут, чтобы это все заработало. Вот вам пример работы с сознанием печени. Для работы с сознанием сердца и любого другого органа, вы первую часть вступления в вращение и третью часть заключения оставляете таким, как в обращении к печени, а только меняйте вторую часть, где идет специфическое обращение к сознанию органов. Начитайте тексты настрою или обращение на магнитофон с выражением, утвердительной интонацией и регулярно прослушивайте, либо просто читайте с хорошим образным представлением. Для усиления терапевтического имущего воздействия настрою и обращения, вы можете одновременно с прослушиванием цветными карандашами рисовать тот орган, к которому обращаетесь. Причем все делаете по тексту обращения. Вначале рисуете печень целиком, потом пронизываете ее нервами, кровеносными сосудами, желчными протоками. Отдельно рисуете клетки и процессы, происходящие в клетках и так далее. Редактор субтитров А.Семкин